Хлеб по рецептам каменного века испекли сегодня в Академгородке. Археологи восстановили быт древних жителей Алтая, когда в роли сковороды выступали камни, а в ход шла не пшеница, а другие злаки. Сергей Толмачев расспросил реконструкторов, какие именно. Это красная проса и полба. Вот, в принципе, их аналоги имеются. Именно эти злаки росли на Алтае и 15 тысяч лет назад. В какой-то момент человек эпохи Палеолита их раскусил и понял, что можно и растереть, ну почти в муку, а потом поджарить. Вот рецепт от древних кулинаров. Берем 100 грамм красного проса, разбавляем буквально 15 миллилитрами воды, и у нас после нагрева около 20 минут на костре, на углях, получается вот такая штука. Все это очень задолго до древнего Египта. Хлеб выпекали, естественно, безо всяких дрожжей. Сейчас бы сказали, фитнес-вариант. В роли противня гранит или базальт. Камень должен быть, во-первых, плоским, чтобы лепешка равномерно распределилась. Во-вторых, хорошо проводить тепло, ну и в-третьих, не сильно раскаляться, чтобы ничего не сгорело. Вот это было найдено в долине Чарыш, где проводились раскопки. В качестве мельницы тоже камни, отшлифованные. Археологи называют их терочниками. Именно по следам на этих терочниках определяют, чем питался древний человек. В луны ведь и по другому назначению использовали. Могли перетирать различные минеральные остатки для получения краски охры. Но такие орудия, они четко выделяются по остатку охры. Они красные, они там, эти частички минерала, они забиты в поры. А есть орудия, которыми перетирали что-то мягкое, что-то органическое. И на них как раз-таки никаких минеральных остатков не остается. Зато остаются биологические следы. Их изучают специальные лаборатории. Например, остатки крахмала находят не только на обожженных камнях. Мы можем тогда по вот этим вот каким-то находкам камней. И, кстати, еще сохраняется крахмала на керамике, на внутренней стороне. И на, ну, то есть включенном в зубной налет человека. То есть это, если сохранились где-то зубы, мы берем соскоб вот этого налета, который люди не чистили зубы. Спасибо. Мы можем исследовать. Эти исследования рассказали, что наши предки были большими кулинарными фантазерами. Например, на том же Алтае в пищу с удовольствием употребляли луковицы лилии и других диких цветов. Сергей Толмачев, Александр Миняйло. Новости ОТС.